здесь четыре огромных казана и в них что-то готовится сегодня я приехал в самарканд чтобы найти и попробовать лучшие блюда которые готовят на местных улицах настоящий самаркандский плов причем кроме привычной еды которая известна во всем мире я обязательно отведаю и чисто узбекские деликатесы я только что съел кусок глины мы обязательно пообщаемся с местными чтобы понять а что же едят сами жители самарканда о пацаны тоже трескать у вас что за вкус в общем сегодня будет не только интересно и познавательно но и очень вкусно 50 кебабов за раз могут готовить скорее ставьте чайник а заодно и лайк под этим видео нарезайте бутерброды и усаживайтесь поудобнее ну а мы начинаем для россиян для россиян вечерний плод хочешь смотреть больше моих видео новый обзор главного рынка в самарканде уже на бусти а также я пешком перехожу через границу таджикистана и рассказываю чем же он отличается от узбекистана переходи по ссылке и смотри новые ролики без рекламы и цензуры когда я думаю об уличной еде в узбекистане первое что приходит мне в голову это узбекская самса здорово чего самса тут эту национальную выпечку готовят по всему узбекистану но в каждом его регионе она имеет свой особый рецепт и свою форму так тут вся красота выглядит смотрите кругленькие вот эти вот с мясом треугольные с курицей кроме традиционной самсы на таких уличных лотках можно купить и другую разнообразную выпечку сосиски в тесте жареные во фритюре беляши и пирожки да с картофель но все же нужно признать что наибольшим спросом здесь пользуется именно самса с мясом 1 и с курицей в зависимости от начинки самса различается и по своей цене 5000 и 4000 за самсу с мясом и самсу с курицей чаще всего самса в узбекистане выпекается прямо на тротуаре то есть любой прохожий может купить ее что называется на ходу например по пути на работу или на местный рынок но при этом рядом с такими пекарнями обычно имеется и несколько столиков чтобы человек всегда имел возможность насладиться свежей горячей самсой так сказать в неспешной обстановке вот кафе 4 столика такие маленькие табуреточки вот здесь же сразу уже готовят все эти пирожки беляши самсу выпекают и вот здесь смотрите стоит чайник с чаем это уже бесплатно то есть ты просто покупаешь еду садишься и так все и можно покушать попить чаю как я и сказал ранее самса в узбекистане может различаться по своей форме в зависимости от региона попробуем местную самаркандскую самсу круглая я кстати до этого нигде не встречал чтобы самса круглой формы была треугольная квадратная была здесь вот кругленькая с мясом пробуем друзья слоеное тесто оно похрустывает но при этом очень мягкое внутри мне очень нравится кстати слоеное тесто это тоже самаркандский рецепт здесь самсу готовят исключительно из такого теста говорят что так получается вкуснее настоящая самаркандская самса друзья но каким бы вкусным не было тесто главное значение имеет все же начинка то что скрывается внутри самцы вот увидел там говядина лучок какие-то специи чем очень вкусно и главное горяченько несмотря на то что сама по себе самса имеет довольно яркий вкус избеги никогда не едят ее просто так почему-то в узбекистане так принято что любую выпечку надо обязательно макать в соус вот здесь короче всегда едят вот эти все пирожки с соусом это такая узбекская фишка потому что я даже видел что здесь люди когда берут пирожки там или самсу или пилиши с собой и соус друзья наливают пакет просто вот так вот завязывают они вот там в карман кладут например или в сумку и все и уходят потом дома просто из этого пакета достать там вылетит соус но кроме соуса в самарканде есть и другие интересные особенности связанной с местной самсой друзья как вам еще один узбекский прикол здесь самсу натирают на терке иногда когда чуть-чуть подгорает самса вот так вот чтобы исчистить нижний слой используют терку смотрите вот так вот это работает нижний слой он очень тонкий он может легко подгореть и чтобы в таком виде не подавать ее счищают и все и получается вот такая золотистая замечательная самса гляньте красота какая пока я вам тут интересные факты рассказываю я же совсем забыл что у меня вторая самса остывает надо это срочно исправлять а теперь попробуем самсу с курицей она вот привычной треугольной формы хотя все равно тесто слоеный вот он даже уже видно такие гляньте отслаивается пробуем самсу с курицей друзья это же прикольно опять же сразу же мясо пошло мясная штука до хозяйка и парень помогает внук кстати пока я обедал то успел познакомиться не только с хозяйкой но и со всеми гостями в узбекистане это нормальное явление в общем сижу я здесь в кафешечке пью чай ем самсу местные смотрят на меня и улыбаются ну потому что для них это настолько привычная вообще обстановка привычное занятие зайти попить чай поесть пирожков а я здесь куча камер со всех ракурсов снимаю ну зато на этом фоне нашли общий язык приятного аппетита в общем самса в узбекистане это не только вкусно но и по-настоящему душевно а знаете что еще по-настоящему душевно это когда получаешь кэшбэк до семи процентов за покупку авиабилетов вот решили вы например слетать в самарканд и поесть местную самсу все что вам нужно это просто воспользоваться сервисом тинькофф путешествия для покупки ваших авиабилетов и все кэшбэк до семи процентов автоматически вернется вам на карту только представьте сколько самсы можно купить на эти деньги причем тинькофф путешествия помогает экономить не только ваши средства но и ваше время сервис умеет автоматически заполнять паспортные данные клиентов тинькофф необходимые для покупки билетов кстати ваши нервы он тоже экономит покупка через тинькофф путешествия это безопасно а круглосуточная служба поддержки всегда сможет оперативно ответить на ваши вопросы а еще тинькофф дарит промо-код true story 5 на скидку 5 процентов по билетам от тинькофф кэшбэк также начисляется и рассчитывается от финальной суммы со скидкой а промо-код действует до 31 августа в общем теперь вы можете бронировать ваши путешествия с тинькофф не только удобно но и очень выгодно так что самое время заняться планированием очередного отпуска ссылка на ваши билеты с кэшбэком до 7 процентов в описании под этим видео после такого вкусного обеда не хватает только какого-нибудь местного десерта причем желательно чтобы это было что-то холодненько в самарканде очень популярная уличная еда это мороженое то что здесь очень жарко и летом температура может подниматься до 50 градусов на солнце так что такая вот холодная еда как мороженое это весьма кстати купить мороженое в самарканде как впрочем и везде в узбекистане можно в прямом смысле слова на каждом углу причем стоит такое холодное лакомство совсем недорого смотрите цена вот 4 5 10 а чё 10 4 в чем разница а размер кроме размера и цены мороженое отличается и своим вкусом и банан клубника манго ты все какой взял паренек ничего не ответил и решил сделать мне сюрприз арбуз и дыня друзья вот так вот не мороженое короче дали руа она зеленая сначала не увидел смотрите она с этой стороны розовая с этой зеленая арбуз дыня самое интересное что клиенты в этом киоске просто никогда не заканчиваются смотрите просто сколько людей здесь стоят выстрелись очень все покупают мороженое из-за сильной жары люди постоянно подходят за холодным десертом чтобы хоть немного остыть и передохнуть от жаркого узбекского солнца так ну чё будем пробовать пока не растаяло короче по вкусу на жевачку какую-то популькам похоже в детстве там не знаю жевачку турбо когда или вот такой же вкус был но она холодная блин это конечно мощно о пацаны тоже трескают пацаны у вас что за вкус в общем мороженое в самарканде это не просто вкусный десерт а еще один способ пережить летнюю жару выпечка и десерты это конечно хорошо но думаю мне пора проверить а как же в самарканде обстоят дела с мясом друзья здесь вот такое уличное кафе смотрите супы разливают кебабы жарят лепешки вот свежие прям на улице стоят до стархан и гляньте красота какая разуваемся и вместе с ногами красота садимся за стол сейчас принесут мой кебаб попробуем какой же в самарканде он на вкус здесь его и из говядины из баранины делать я заказал барани ну а пока мой кебаб жарится на мангале самое время рассказать поподробнее а как же узбеки готовят это национальное блюдо а вот так узбекистане готовит кебаб смотрите парень просто берет и отбивает огромный кусок фарша как спина у тебя дружище спина эта процедура с отбиванием мяса делается неспроста узбеки с давних пор используют такой рецепт приготовления кебаба вот это мясо это фарш смешанный с жиром и для того чтобы была связка вот эти вот липкие свойства появились у кебаба его надо так хорошенько взбить и он тогда вот так вот прекрасно начинает лепиться все она никуда да не денется уже шампура видите как держится прочно и после этого мяса вот эти шашлычки помещаются на мангал причем количество кебабов которые готовят в этой чайхане просто поражает воображение помещается сколько всего 55 50 50 кебабов за раз могут готовить когда ужин или за 7 минут 50 кебабов 3,5-3,5 минуты чтобы поджарить кебаб вот их сейчас переворачиваю было серое стало поджаристо кстати пока мы с вами тут болтаем мой кебаб как раз успел приготовиться так ну что друзья мне принесли мой кебаб смотрите вот так вот он выглядит гляньте красота какая такие котлеточки на шампуре ах пахнет короче шикарно бараний кебаб конечно же чай пиала это вообще обязательная часть любого узбекского застолья лепешечка нон по узбекски свеженько горячее тут же за углом все выпекают все рядом все вместе очень удобно так ну что будем пробовать замаркандский кебаб из баранины там вот сальцо смотрите даже посерединке специально жирок проложили чтобы посочнее было попробуем он горячий он прям только-только с мангала гляньте там вот пар идет сочится все очень сочное мясо обалденно лучок еще свеженький получается такой знаете шашлык прям как дома на даче мясо лук чай на природе сидим обалденно погодка шикарная самое интересное что чай хана в которую я заглянул на обед оказалось не обычным местным а настоящим памятником истории хозяин кафе рассказал что вот это здание историческое красная чай хана называлась раньше 57 года постройки 57 года постройки раньше здесь рыбу жареную делали если кто знает при союзе это когда советский союз только жареную рыбу продавали ментай там в дальневосточном ментай там суда вот здесь да в чай хане сейчас рыбу не жарят здесь нет нет здесь столовая столовая то есть сейчас там суп плов кебаб вот можно да 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 отличное место на сиапском рынке практически тут по центру очень быстро вкусно и недорого можно перекусить если обед был давно а ужин еще не скоро и вам просто хочется чего-нибудь перекусить то и в этом случае успехи точно знают чем вас порадовать в узбекистане летом очень популярна вареная кукуруза в качестве быстрого перекуса добрый день кукуруза в самарканде так же как и мороженое продается буквально на каждом углу сколько стоит у вас кукурузка пара 15 а вот эта по 6 вам какие надо а мне вот маленькую одну можно кукуруза в узбекистане что называется отборная смотришь на нее и глаз радуется горячая только что сваренная кукурузка хватит хватит да все посолили да так ну давайте сразу же и попробуем что же себя представляет так узбекская кукурузка вкусная это говорят самое вкусное пробуем а действительно очень сладко как будто бандюэль только в початке я давно такую вкусную кукурузу не ел спасибо большое она горяченая рука горит как ее взять так чтобы не обжечься в общем вареная кукуруза в узбекистане это не просто быстрый перекус но вполне себе и хорошая альтернатива горячим блюдам ну а если горячая кукуруза кажется вам слишком банальной едой то что вы скажете на это тут продают вот такую какую-то каменную глину как мне пояснили продавцы эта глина является съедобной и в узбекистане ее очень любят беременные женщины в россии мел едят беременные когда нехватка кальция глину друзья я такое вижу впервые продавцы сказали что на самом деле глина очень полезная и предложили мне самому ее попробовать друзья смотрите беру вот самый маленький вот такой вот камушек вот это вот есть можно глина но оно ничем не пахнет жечь я только что съел кусок глины еще соленое есть тут у них еще с разным вкусом оказывается есть глина вот мне говорят вот это вот вот отсюда вот я взял вот это соленое да мне нужна вода друзья у меня во рту теперь какой-то глиняно-земляной вкус и я водой не могу смыть потому что мне это все на зубах налипло сжечь в общем если вы беременная женщина или вам просто хочется попробовать в Узбекистане что-то необычное то местная глина это точно ваш выбор а сколько стоит такая штука килограмм килограмм 25 килограмм 25 килограмм 25 рассказывая про уличную еду в Самарканде ни в коем случае нельзя забывать про еще одно очень важное блюдо настоящий самаркандский плов есть дело в том что плов в Узбекистане так же как и самса готовится по-разному в зависимости от региона бывает ташкентский плов фирганский плов и конечно же самаркандский чем он отличается от общего плова? он отличается тем, что как бы сказать у нас все идет по порядку с самаркандскую Toom по порядку так как бы жарим мясо потом морковку потом рис сверху накрываем и в конце концов как бы когда мы задаем флот самаркандский подается так в первый этап у нас кладем рис в второй этап морковку и потом сверху мясо Мне кажется ты описал просто обычный плов нет Самаркадский Например, если ташкентский, то там все перемешка идет. А, все перемешка. Да, все перемешка. А, а у вас все слоями. Да. Ну что ж, теперь, когда мы разобрались, чем же самаркандский плов отличается от всех остальных, самое время посмотреть на то, как же он готовится. Здесь четыре огромных казана, и в них что-то готовится. Добрый день. А что здесь, расскажите. Плов специально для россиян. Для россиян вечерний плов. А узбеки едят в обед. А нам по варабаму утром тоже кушают. А, утром и варабаму. Короче, в первой половине дня, да? Да. Так как утренний плов уже закончился, мне пришлось немного подождать, пока приготовится та самая вечерняя порция для русских туристов. Давайте попробуем настоящий самаркандский плов. Смотрите, вот так вот он выглядит. Его основное отличие от обычного плова в том, что здесь все готовится и накладывается потом в тарелку слоями. Сначала накладывают слой риса, затем морковь, вот эту пропеченную, сваренную, вот нут, смотрите. И затем сверху кладут мясо. Я предлагаю начать с риса, посмотрим, как он здесь приготовился вообще, какой на вкус. Мягкий, твердый, очень рассыпчатый, друзья. Чувствуется, что он такой слегка промасленный, но не сливочным типа маслом, а вот за счет того, что готовился в мясном бульоне, за счет вот этого жирка, раставшего. Получается такой очень рассыпчатый, приятный вкус. Пробуем главное мясо. А что за мясо? Говядина, баранина? Говядина. Говядина? Говяжий плов. Из говядины, значит, друзья, делается самаркандский плов. Пробуем. Обалденно. Получается, это не говядина, это телятина, потому что она очень нежная, мягкая. Вот эти волокна, они прям, ну, вот тают во рту. Самаркандский плов от меня точно получает десяточку, потому что, ну, как я себе всю жизнь представлял, настоящий плов, каким вот он должен быть. Вот, вот самаркандский плов, где-то плюс-минус рядом с моими этими самыми представлениями. Кстати, когда я сказал, что в Узбекистане очень любят кукурузу, вы могли даже не понять всех масштабов этого явления. Кроме вареных початков, в Самарканде можно купить и всевозможные производные от обычной кукурузы. В качестве уличной еды здесь продаются кукурузные палочки всевозможных видов. Тут, на самом деле, не только палочки, тут какие-то шарики, подушечки, я не знаю, что это такое, какие-то цилиндрики, бочоночки, чипсы кукурузные. Все это кукурузное добро продается с огромных тележек, которые расставлены по всему городу. И, ну, дети, конечно же, мимо не могут пройти, тут набираются, так она идет треска. Причем количество этих тележек в Самарканде просто зашкаливает. Вот тележка, чтобы вы понимали. Вот сразу же еще одна слева от меня. А вот прям по курсу еще одна. То есть здесь эта тема реально пользуется спросом. Стоят такие кукурузные палочки 5000 сумм за одно ведерко. В общем-то, как и вареная кукуруза, которую я пробовал до этого. Все, спасибо, мужики. Ага, счастливо. Ну что ж, друзья, пришло время поговорить о том, что же пьют в Самарканде. Ну, например, здесь пьют крафтовое пиво или хороший зерновой кофе. Но все это, конечно же, частный случай, я бы сказал, исключение. Потому что основной напиток здесь, в Самарканде, как и везде в Узбекистане, это, конечно же, чай. Его пьют вот реально абсолютно везде. Дома, в ресторанах, в кафе, в крохотных забегаловках, просто на улице, стоя посреди тротуара, люди пьют чай. Ну, так как чая в этом видео я выпил уже достаточно, то рассказывать про него отдельно не вижу смысла. Скажу лишь одно. Черный чай здесь в приоритете. В Узбекистане как-то больше черный любят. Но зеленый все-таки предлагают, потому что здесь, конкретно в Самарканде, очень много туристов. И среди них, конечно же, есть и любители зеленого чая. Так что его тоже, хочешь не хочешь, ввели в ассортимент. Ну что ж, друзья, вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в этом видео. Но не спешите выключать ролик, потому что в конце я покажу, как в Узбекистане месят тесто для тысячи самцы. Тысячи самцы. Там просто огромный тазик, огромный вот такой кусок теста. И парень руками это все наминает. Я такого вообще никогда не видел. В общем, смотрите до конца, сами все увидите. Ну, а пока ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Жмите в колокольчик и обязательно напишите в комментариях, а какую еще узбекскую еду мне обязательно надо попробовать. В общем, вы знаете, что делать и оставайтесь на связи. Друзья, вот так готовят тесто для самцы, для кафе, в котором за день проходит несколько тысяч человек. Сколько тут вес? Больше 20 квадратов. Больше 20? Здравствуйте.